За кулисами традиционное волнение, последнее приготовление и трепет перед выходом на сцену, перед зрителем. Те, кто приехал на творческий форум, праздник родного языка, живые в итоге, вероятнее всего, согласятся, что артист перестает быть настоящим в тот момент, когда перестает волноваться перед выходом на сцену. В общественно-культурном центре сегодня таковых не было однозначно, что, впрочем, характерно для всех семи лет, на протяжении которых существует инициатива. Головное – это, конечно, захование родной мовы, притягнение насельництва, миновитовость до родной уваги, любовь до родного слова, до литературы белорусской, ну и на угол до традиционной белорусской культуры. В программе мероприятий немалые концерты, выставки и даже модный показ. Последний – фишка живых вытоков образца 2018-го. Организаторы уверены, традиционные костюмы и родная речь – вещи неразделимые. Берастейшина на Самрэдж – это вельми уникальный край, який еще, отрознение от инших областей, заховав, это аутентичные костюмы, неповторные костюмы. И сегодня на нашей сцене будет проставлено вельми много костюмов, около 200. Это в основном аутентичные, альбо абсолютно обновленные, реконструированные костюмы. Важная составляющая праздника – областной тур национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. В нем приняли участие без малого полтора десятка вокалистов. Большинство из них уже имеют опыт концертных выступлений и не раз заявляли о себе успехами на фестивалях и конкурсах. Однако, признаются участники, живые в итоге – площадка для творчества особенная. Я все-таки считаю, что мы должны поддерживать белорусскую культуру, что это наше родное. Мы должны, кто как не мы, как не молодежь, не будем поддерживать наши истоки, наших предков, наших родителей, дедушек, правабушек. Поэтому я считаю, что белорусские конкурсы – это очень-очень круто, очень здорово, что они вообще есть. По итогам областного тура будут отобраны три исполнителя. Именно они представят Брещину на республиканском уровне. И хотя на главной сцене страны мечтает оказаться каждый, ожесточенного соперничества и непримиримой борьбы между ними нет. Видимо, сказывается благотворное влияние милогучной и прыгожей родной мовы. И раздельный по-русски, по-бегу, на раздельного герна-молит, так сгрузу на разный пеха, и как песни испожали. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луковкин. Телекомпания БУК-ТВ.